Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить диск Элизиум. Ух ты! Бутылка с амфетаминами. Моторика, психика, боевой дух. Неплохо они нас могут бафнуть. Ну так вот, и в прошлый раз мы с вами оказались в доме. Я, кстати, не хочу делить кило с куна. Зачем парню амфетамин? Ну и давайте осмотримся, что здесь. Дверь на висячем замке. Эта дверь закрыта на навесной замок. На доске мелом написано номер 11. Стучим. Нет ответа. Ну естественно, там замок висит. Осмотрим замок. Прочная металлическая штуковина, но скоба изрядно проржавела. Хороший болторез мигом с ней расправится. Пора делать чик-чик. Похоже, вы серьезно настроены. Так что вперед. Срезаем замок болторезом. Скоба ломается как ветка, и замок со стуком подает на пол. Теперь ты можешь войти. После вас детектив. Ну, мы расследуем дело, поэтому да, надо. Кто же знает, кто что. О, яркий плакат с белой звездой. Настоящая литография. Это Мазов? Гипсовый бюст изображает мужчину средних лет с роскошными бакенбардами. Внизу на табличке указано имя. Крас Мазов. Почему у того, кто живет здесь, в спальне стоит бюст Краса Мазова? Белая звезда. Фотографии на стене. Я думаю, мы влонились в квартиру юного коммунара. Лейтенант осматривается, потом бормочет себе под нос. Обстановка. Подстать. Фотографии революционеров, позирующих с оружием наперевес. Революционеры очень любят позировать с оружием. О, я помню, у меня дружбан. Ну, он такой социально активный. То есть я-то могу, например, не знаю, жить в какой-нибудь глуше, обрасти бородой. И когда люди будут приходить, просто будут на людей орать. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахрен. Вот. А дружбан, нет, он такой, типа, социальный. Он сходил на выставку, посвященную кубинской революции. И там везде были фотки, где, типа, стоит Че Гевара с ружьем. Фу, не, не Че Гевара. Стоит Фидель. Обязательно стоял с оружием. Там Фидель на танке. Фидель с ружьем. Фидель, там, с пистолетом. И всегда рядом где-нибудь был Че Гевара. А у Че Гевара все фотки были, типа, Че Гевара с колебасой. Че Гевара пьет мате. Ну, то есть Че Гевара везде, короче, ходил с колебасой. И, ну, в общем-то, в этой революции он, видимо, просто был красивый, харизматичный тип. Это, к слову, о фотках с оружием. Книга с критической теорией об ужасах капитала и всяком таком. Ну, посмотрим, что у тебя с капиталом, дружбан. О, дружбанело. 9-миллиметровый патрон и классический саморезийский костюмный пиджак. С бонусом к концептуализации. Эээ, ну-ка. Еээ, детка. Вот это я понимаю. Вот это стиль. Вот это мы с вами нормальненько так пришматились только что. Что ж, смотрим дальше. Бабуля там палит. Ты слышишь, как внутри кто-то ходит и передвигает мебель. На табличке есть номер 10. Стучим. Шаги резко прекращаются, но к двери никто не подходит. Ты чувствуешь, как за дверью нарастает напряжение. Снова стучим. На этот раз шаги приближаются. Кто там? Требовательно спрашивает напряженный, опасливый женский голос. Откройте, полиция. А я обязан открывать? Ты снова слышишь цокот каблуков, когда она подходит к двери вплотную. И тонации становятся оборонительными. У вас есть ордер? Я не обязан открывать дверь, если у вас нет ордера. Идемте, говорит лейтенант. У нас нет причин заходить в эту квартиру. Как красиво нас ограничили. Опа. Открытка Буги-стрит 46. Мы наверняка ее можем осмотреть. Главное сейчас не сдохнуть от воспоминаний. Измятая открытка с фотографией рынка на Буги-стрит пятилетней давности. Улыбающийся продавец рядом со своим товаром мертвыми петухами. Петухи подвешены за ноги под навесом. Красная кровь стекает по тротуару. Мимо скользят размытые фигуры прохожих. Окей. Дверь в квартиру 9 заперта. Ага. Чпонька. А здесь? Денежка. Денежка, денежка. Денежку мы любим. Квартира 8. Почтовый ящик переполнен. Бабуль. Не пустила у нас тогда? Подождите минуточку. Пожилая женщина опирается на метлу. Ее костяшки побелели, как полотно. Похоже, ей тяжело дышать. Как холодает бронхит, всегда хуже становится. Она чихает в грязный носовой платок. Вы в порядке, бабуль? Может, врача? Да все у меня хорошо. Не переживайте. Она начинает кашлять. На щеках появляются красные пятна. Ты все же переживаешь. Есть из-за чего. Чего вы меня хотите, полицейский? Кто вы такая? Никто. Просто старуха, которая убирается в коридорах. Вы здесь живете? Да разве же эта жизнь? Она сплевывает на пол. Она сразу проходится по нему метлой. У меня наверху комнатушка. А рядом с угольным чуланом. Она размером с чулан, но я не жалуюсь. Нет. Она задирает подбородок, как глаза у нее сверкают. У меня там кровать, чтобы уложить свои старые кости. А больше мне ничего и не надо. Она давно ни с кем не говорила. Даже ее фразы кажутся ржавыми. А я ищу молодого человека лет двадцати пяти. Темные волосы, худощавый, курит на балконе. Да, да, я знаю, о ком вы. Тощий парнишка, вечно смолит, как черт. Она смотрит в другой конец коридора. Где-то в здании начинает плакать ребенок. Ты слышишь, как радио переключают на ток-шоу, а кто-то идет в душ. А что он натворил? Ничего, я просто хочу с ним поговорить. Вы знаете, где он живет? Поговорить? Уборщица начинает смеяться, но смех оборачивается чудовищным приступом кашля. Она сжимает метлу, пытаясь восстановить дыхание. Что в этом было такого смешного? Наверху живет в двадцать восьмой. Идите на балкон, дверь выходит туда. Она показывает на восток. Обычно он дома по вечерам. Спасибо. Он поворачивается к тебе. Надо пойти постучаться в дверь с балкона. Посмотрим, дома ли он. У меня есть несколько вопросов про квартиры. Спрашиваете, полицейский. Кто-то из жильцов уехал в отпуск. У него почтовый ящик забит. Народ приезжает и уезжает. Я же не слежу. А кто живет в десятой квартире? Там никто не живет. Квартира уже несколько месяцев пустая. Но я с кем-то говорил через дверь. Не может быть. Говорит уборщица, качая головой. Я бы знал, если бы туда кто-то въехал. Замолчав, она выглядывается в коридор. Может, это снова те маргиналы? Вламываются к нам в дом, как будто мы им тут рады. Вы же полицейские, так сходите и посмотрите. Ладно. Конечно, я посмотрю, что там такое. Соглашаемся. Вот и славно. А то уже знаете, это молодежь. Она хуже, чем крысы. Вечно раскидывают в коридорах пивные банки и всякий хлам. А кто живет за дверью с висячим замком? А, это студент. Будущий ученый. Лицо пожилой женщины вдруг словно расцветает. Кажется, он изучает астрологию в общественном колледже. Образование — это хорошо. Я всегда говорю молодым, чтобы шли учиться. Астрологию? Да, у него рядом с дверью какие-то звезды нарисованы. Он еще попросил меня не стирать. Может, вы про астрономию? Я так и сказал астрологию. Лейтенант качает головой, словно говоря, тебе забей. Ну, неужели так сложно соблюдать хоть какие-то стандарты? Дело не в звездах, дело... Ладно. Расскажите мне про человека, который живет в конце коридора. Про Уно де Рюйтера. Морщица начинает копаться в карманах, словно что-то ищет. Я не хочу говорить о де Рюйтерах. Бормочет она. Почему? Да наркоманы они проклятые. Морщится она. Иногда орут, как черти. Это тот редкий случай, когда бабуля кого-то называет наркоманами и попадает прямо в яблочко. Не хотят, чтобы я убиралась у них под дверью, чтобы свара их не подслушала. Мы видели просроченные счета. Их собираются выселить? В этом доме их никто не любит, качает она головой. Их бы давно выкинули, если бы не мальчишка. Не люблю говорить об этих людях. Она смотрит дальний конец коридора. Что можете рассказать о Синде? — Художница? — фыркает она. — Боюсь, с ней мне ничего не поделать. Она портит стены быстрее, чем я их успеваю отмыть. Зато она не лезет ко мне. Борщится опирается на метлу. Про других такого не скажешь. — Это все, спасибо. Она бормочет что-то в ответ, а потом шумно отхаркивается в носовой платок. — Спасибо, я пойду, уходим. Здесь что? Надпись на стене «Отряд для расстрела богачей». О-о-о, полегче. Ну что ж, десятая квартира. Кто вы? И кто туда забрался? — Ты слышишь, как внутри кто-то ходит и передвигает мебель. На табличке есть номер 10. — Эта квартира должна пустовать. Вы проникли в нее самовольно? — Прошу прощения. Разумеется, нет. — Уговором тут ничего не добьешься. Будь официальнее. — Мне не нужен ордер, если я подозреваю проникновение. — О, да ладно вам! — повисает пауза. А потом ты слышишь, как поворачивается замок. — Ну, это было просто. — Ловко, — замечает лейтенант, кивая на открывшуюся дверь. — Ну, и кто там? — Лыжи. Ну, в смысле, не там лыжа, а рядом стоят лыжи. Смотрите-ка. — Уф. — Когда-нибудь я расскажу вам историю про лыжи. — Ты кто? — Довольны? — Меня зовут Мариэла Шарпантия. Я работаю в ассоциации риэлторов Мартинеза. Я не вламываюсь, у меня есть полное право здесь находиться. Видите ключи? Она трясет связкой перед твоим носом. У нее приветливый голос, хотя она явно тебя на дух не переносит. — Хотите паспорт посмотреть? По закону вы не имеете права, но почему бы и нет? Может, вид на жительство показать? Она роется в сумочке и протягивает тебе паспорт светлой бумажной обложки. Посмотрим. В руках он кажется очень маленьким и хрупким. Под неприглядной муниципальной эмблемой напечатаны слова. Подконтрольная зона Ревашоль. На первой странице есть ее фотография с короткой стрижкой и личные данные. Будь дружелюбнее. Милая стрижка, отдаем ей паспорт. — Спасибо. Она убирает паспорт в сумочку. — У вас есть еще вопросы? Через час мне надо быть в центре. — Что вы здесь делаете? Она вздыхает и осматривается. — Мне нужно приготовить квартиру для новых жильцов, но, как видите, прошлый арендатор устроил тут погром. — Отвратительно. Кто здесь жил? — Какой-то старый доходяга, бывший бизнесмен. Казалось бы, такой должен платить, но она останавливается, не зная, говорить ли дальше. Но это все было несколько месяцев назад. — Так вы еще что-то хотели или это все? А то я тороплюсь. Дальше по коридору я видел опечатанную квартиру. — О, это тоже тот еще бардак. Предыдущий жилет задолжал нам за три месяца. Три! Мы закрыли квартиру и собирались пустить ценные вещи с молотка, но... Опять же, я не знаю, как вообще можно было совершить настолько идиотскую ошибку. Но когда Рон пришел запереть дверь, он не закрыл соседнюю квартиру, а там дыра в стене. — Дыра в стене, вы можете себе представить? — разводит она руками. Само собой, жилет забрал все свое барахло и сбежал. Раз. — И нет. Ни его, ни денег. О, она не выносит некомпетентности. — Хм. Погодите, а со стеной-то что случилось? — О, я, похоже, тоже потерял деньги. — Но я тут точно ни при чем, так что в долг не просите. — Вряд ли он задолжал вам какую-то серьезную сумму. Квартира выглядит так себе. — Квартира отличная, великолепная архитектура, захватывающий дух, вид на залив, отличная вентиляция, соседи, жизнь, душа и к тому же экономичная. — Говорю вам, у Мартинеза большое будущее. Через несколько лет это будет процветающий район художников, артистов и радиокомпьютерных волшебников. Она будто бы считает их настоящими волшебниками, способными воскрешать недвижимость из мертвых и наполнять пустые банковские счета. — Погодите, а со стеной-то что случилось? — Не спрашивайте меня, что случилось со стеной. Я понятия не имею, где нам взять время и средства, чтобы ее починить. — Обе квартиры теперь сдавать нельзя. — Обе! Она качает головы, скрестив на груди на маникюренные руки. — Это все, спасибо. — Конечно, — отвечает она с улыбкой, но глаза остаются холодными. Она просто ждет, пока ты уйдешь. Так, и чего? А, рассказать обо всем уборщице. Бабуля — это всегда центр же мира. И... Оп! Уууу! Черные туфли с пряжками. Ну-ка, ну-ка, наши туфли. Диско-туфли. Те туфли... ...способом косвенного налогообложения. Это чё? М-м-м... Те вещи дают тебе напор. В этом есть сила создать свой стиль, одеваться в шелка и кожу, решать, как подать себя миру. Когда у тебя захотят их забрать, не забывай, ты работал ради этих туфель. Нравятся тебе или нет, но, надев эти ботинки, ты стал еще либеральнее, ультралибералом. Они могут стать для тебя первой дозой, затягивающей в дурманной идеологии свободного рынка. Ну, или подтолкнуть на этом пути. О, блин, вообще я не шмоточник. Вот, ни разу. Но в начале 2000-х у меня были мега-джинсы, ребятки. Они были с добавлением шелковой нити. И они настолько были мягкие, настолько удобные твари. Им с носу не было. Я, к сожалению, в какой-то момент раздобрел. Но потом батя за мной их донашивал. По-моему, за 20 лет он так не смог их сносить. Да, они выглядели уже потрепанно. Ну, короче, джинсы прожили больше 20 лет. Стоили, конечно, они на тот момент как чугунный мост. Но, ну, типа баксов 500, наверное. Ну, да. Ну, они, короче, свои деньги просто за годы окупили. Итак, из коробки торчит блистер таблеток. Возьми его. Да? Возьмем его. Во, неплохо. Похоже, неплохой матрас. Че, тоже возьмем? Нет, кажется, матрасик мы не возьмем. Ну, давайте сообщим бабусяке о произошедшем. Бабуль. Обождите минутку. Похоже, уборщице все еще тяжело дышать. Я не нашел в 10-й квартире никаких маргиналов. Там была риэлторша, которая готовила апартаменты для новых жильцов. Понятно. Она достает платок и вытирает нос. Ну, вось, наконец, какие-нибудь хорошие люди заедут. Тут их не хватает. Хм. Я уверен, что все будет в порядке. Этому дому нужны постепенные изменения, едва заметные. Ну, хорошо. Она не знает, что сказать, поэтому просто кашляет и повторяет. Надеюсь, это хорошие люди. Твои слова были слишком общими. Их никак не прокомментируешь. Спасибо, я пойду. Так-так, поступила информация о том, что где-то в Мартинезе замечены нормальные, разумные и умеренные политические убеждения. Да, я такой. Сама рациональность. Должен же хоть кто-то здесь сохранять здравый ум. Воздух вдруг затихает. Становится будто прозрачнее и мягче. Может, дело в похмелье. Может, это просто временный выплеск серотонина. Но что-то тебе подсказывает. Что-то мне подсказывает, что два дня похмелья, это надо было так нажраться. Ну, такое невозможно, короче. Не бывает. Бывает похмелье до вечера. Бывает... Ну, короче, нет. Настало время стать подданным королевству совести. Хм, расскажи-ка мне для начала, где находится это королевство совести. Это не место. Это момент, который возникает лишь при правильном стечении обстоятельств. За всю историю человечества обстоятельства складывались нужным образом всего несколько раз. Ух ты! И как же добиться этих обстоятельств? Постепенно. Он, Эль, поддал бы скорость и быстрее бы добрался до цели. Величайшие катастрофы в истории случились из-за людей, слишком спешивших сделать мир лучше. В этом гениальность Долорес Деи. Она поняла, что в прогрессе нет никакого смысла, если его достижения утрачиваются из-за нестабильности. К настоящим устойчивым изменениям можно прийти лишь постепенно, шаг за шагом. Вот о чем я и говорю. Вот эта философия мне близка. Вот эту мысль я как бы возьму. То есть я не знал, что дает коммунизм, естественно, и поэтому я его отбросил. А вот это, как по мне, да, медленные изменения, которые при этом будут держаться, которые как бы сделают мир лучше. Блин, игра кайфуля просто. А я играю в нее, она играет со мной. Это же как классно. А как же все то плохое и неправильное, что есть у нас сейчас? Ай-яй-яй. То, что ты живешь настоящим, еще не значит, что ты должен ставить свои потребности выше потребности будущего. Может, ты не доживешь до становления королевства совести. Может, до него не дожмут твои дети. Может, даже внуки. Но это же не повод не трудиться. Какой пиздец. Подожди. Путь в королевство совести вообще подразумевает хоть какие-то действия или только сохранение статус-кво? Ты согласен с тем, что статус-кво предпочтителен хаосу и кровопролитию? А-а-а. Нет. Значит, ты никогда не сталкивался с настоящим хаосом. Иногда, пред лицом более серьезных бедствий, сохранение статуса-кво и есть прогресс. Ладно. Но на что вообще похоже это королевство совести? Суть королевства не просто постичь и еще сложнее описать. Отчасти потому, что для этого человечеству пришлось бы отринуть множество категорий, которые определяют и ограничивают его сегодня. Королевство совести, постапокалиптическое, постнациональное. А-а-а. Постиндустриальное, постидеологическое, даже постсексуальное. Чего-то оно мне стало нравиться меньше, но да. Звучит шикарно. Алонси, скорее в королевство. Ну придержи коней, рациональный ты наш. Ты чем слушал, когда я говорил о компромиссах и постепенном достижении цели? А, точно. Постепенно в королевство? Так-то лучше. И запомни, настоящая демократия Ревошоли не за горами. Пройдет немало времени, но когда она наконец-то наступит, все мы станем намного счастливее. Черт, я теперь хочу это изучить. Минус два сумрак, тихие воды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Карамба. Ну ладно. Душевная боль велика, но демократия подбирается незаметно. Постепенно ты начинаешь замечать изменения в погоде. Когда идет снег, кажутся мягкие снежинки, опускающиеся на твой истерзанный тревогами лоб. Когда идет дождь, он теплее. Демократия приходит в административный регион. Идеи долларианского гуманизма вновь закрепляются в сознании. Да и как может быть иначе? Это идеи коалиции и интернационала моралистов. Хороших парней. И не только хороших, но и могущественных. Что же будет, когда их продуманные планы воплотятся в жизнь? Хотеть. Я вот, вот это я хотеть. Что ж, сия дверь. Опечатано. Но вот здесь открыто. Объявление. Опечатано по решению ассоциации риэлторов. Это вот здесь дырка у нас была, да? О, море. Раскинувшееся внизу море выглядит холодным и по-зимнему серым. Какой кайф. Море, море. Кто-то пробил стены. Что-то забыли, ребят? Что-то здесь оставили? На столе старый список покупок. И банковские платежки. Нет, может в холодильнике хочешь что-нибудь есть? О, на зафет и чуть-чуть денежек. Чуть-чуть. Я знаю, что есть кнопка «взять все», но мне как-то нравится поштучно контролировать. Балкон, давайте попробуем выйти, чтобы проверить, сможем ли мы зайти. Ну, типа, если мы освоили дверь на выход, освоили ли мы ее на вход? Совершенно внезапно, да. Я не ожидал. Ну, что ж, тогда балкон. Так, о, начнем с девчули. О, легавые научились забираться по лестницам. Я думал, четвероногие на это не способны. Ну, смотришь ты, получилось. Ммм. Хм. Ага, мы эволюционировали. Ну, точно, полезная мутация. Она скрещивает руки на груди. Запах от ее ведра с краской. Это не краска, это мазут. Это что, мазут? Он изучает содержимое ведра Синди. Если быть точным, красный мазут предназначен исключительно для государственного транспорта. А ты думал, я чем рисую? Акварелью? Да я лично слила его из полицейской мотокареты в джемроке. Да она действительно это сделала. И гордится этим. Ммм. Пары мазут очень вредны, понятно? Задумайся об этом, когда в следующий раз будешь рассекать по округе в своей миленькой к повозке. До скорого. Че-то Синди как-то какой-то бесполезный персонаж пока что оказывается. О! Сверху хлопает на ветру брезент. Ржавеют забытые молотки и гвозди. А здесь у нас денежка! И закрытая дверь. Замок заржавел. Войти не получится. Но как всегда. А это что за дверь? Это что за дверь? Ничего себе! Это как это бомж? А, это угольное это. Здесь кто-то спал недавно. Это кажется где бабуля живет или кто-то. Этого угля хватит еще. Хватит не на одну зиму. Пахнет химией. О! Рабочие джинсы пуралем. Электрохимия, скорость реакции. Ммм. Ага. Плюс электрохимия, плюс... Что-то штаны нам все к электрохимии дают. Но нет. О, заначечка. Прекрасно, прекрасно. Почти на день заработали. Ну, в смысле, нам же надо на что-то спать в итоге. Какой плодоносный дом в итоге оказывается. Приятненько. Ну, что? Я вот думал, что делать с таблами и куно. Вот вопрос, который меня гложет. Давайте, может, сразу и решим этот вопрос, а? В этом электрощитке полно проводов и окурков. Ну-ка. Чуть-чуть денежек. Да, пошли к куно, ладно. Просто прикинье все равно, мы ему ничего отдавать не будем. Ну, и вообще хочется как-то пацана настроить на этот... На более нормальный лад. А, у нас, кстати, что-то концептуализация увеличилась же, да? Эх. Кажется, за счет шмоток... А где у нас была концептуализация? А, вот здесь. Правильно? Да. К сожалению, шмотки не повод разблокировать проверку. Как мы выяснили. Что в плюс, что в минус. Так что... Ну, действительно, тогда бы мы могли это дело абьюзить, снимая, надевая шмотку и как бы таким образом порся проверку. Но все равно можно это абьюзить с помощью сейвлоуда, но... Ну, нет. Мы-то с вами не такие. Мы с вами сейчас поговорим с куно, но сохранимся. Куно весь батю! Куно на все насрать! Я нашел твою лачугу, куно, указанного на лачугу. А, и что, вломился? А, что-то за тема со свиной головой. А, это... Он выковыривает грязь из-под ногтя. Куно любит отрубать свиньям голову, это только демка. Мм, демка? Типа, как музыканта? А, куно выступает на снаф-радио, ебет свиней в прямом эфире. И бошки им отхуячивает. Он зловеще указывает на лачугу. Куно, убийца копов! А, я нашел тарелку с остатками порошка. Ты известна об этом что-нибудь? С нее куно получает ежедневный запас скорости. Своих хдыщ! Куно, там сцепление выжимает мусор. Ты бы тоже не прочь выжать сцепление. Такой ты старый, такой усталый, но мог бы снова зажечь в глазах огонек. А что за магнолам, куно? Это витамин и мусор. Ты что, вообще ничего не знаешь? Он смотрит на тебя так, будто ты только что указал на солнце и спросил, что это такое. Теб не помешали. Это магний, верно? Он, родимый, чтоб быть на коне, без этой хуйни не обойтись. Куно по почухе в день хавает, обожает магний. А тебе б его бочку. О, у меня, кстати, рядом на столе стоит полная упаковка магния шипучего, которую жена купила. Пожалуй, я после этого эпизода выпью. Не учи его, куно! Он использует это против тебя, куно! Я все знаю про магний. Постоянно его ем. Он выпучивает на тебя глаза. Ты не догоняешь мусор. Полностью лечит отходняк, будто ты ничем не закидывался, будто ты играл дома с бибикой. Пошел в жопу, мусор! Не ешь магний! Передознешься и сдохнешь нахуй! Это мой плащ. Практически уверен, что мой. Указываю на то, как получится на ветру твой плащ. Да, прищурившись, куно смотрит на него. Ну, ты нажрался. Куно удивлялся, что после такого голова все еще при тебе. После какого такого? Да не парься, алкашня! Куно с заговорческим видом дважды стукает себя пальцем по носу. Куно, сохранить твои грязные тайны! Куно, не стукач! Он говорит, что ты туда забирался. Видел это, наверное. А с крыши можно попасть в порт? Разумеется! Как, по-твоему, куно трахнул всех пацанов из дока? Надо просто лететь! И я пытался. Вышло так себе. Куно знает. Куно и куно видел, как-то обосрался. Ничего, мусор! Не каждый может взглянуть страху в лицо, как куно. Значит, вот как все просто. Не будь циклом, просто прыгай. О, возможно, это нам поможет с проверкой. Я услышал достаточно. И правильно, мусоряга. Нечего ходить к куно и говорить о его королевстве. Я разобрался с наркотиками. А, и так, ты принес келожку куно? Он потирает ладони. Вот как мы поступим. Сперва даешь куно ему келожку, потом куно возвращает тебе половину. Вот как мы их поделим. Лучший способ уличный. Не спросишь, как мне удалось миновать твоего отца? Поговаривают, ты нарядил своего дружочка шлюхой, заслал его внутрь отвлекать батю. Охуенно! Он одобрительно кивает к ему. В лице не дрогнул ни один мускул. Если бы я реально участвовал в этом диалоге, я бы начал ржать, несмотря на то, что моему напарнику это, наверное, было бы неприятно. Куно очень интересно послушать, но сперва поделим келожку, придвигается он, а потом употребим. Под келожкой ты имеешь в виду грамм, так? Куно знает, что имеет в виду. Куно имеет в виду грамм. Я оставлю их себе. Хватит с тебя наркотиков. Тебе 12. Не отдаем наркотики Куно. Лады! Он стучит пальцем по виску. Куно знал, что ты попытаешься по-мусорски его подъебнуть. Так ему Куно! У Куно котелок варит. Куно таким не удивишь. Он смотрит на тебя, прищурившись. Так что Куно, даст тебе еще один шанс. Най мусор, это важный выбор. Просто охуеть на ключевой. Куно такое не потерпит. Детальки встают на место, типа как эффектно мино. Но ты откуда-то знаешь, что это решение повлияет на события. Не так, как он думает, но все же. Представить легче легкого. Будешь раздавать наркотики детям, вера лейтенанта в твою адекватность значительно упадет. Есть ли какие-нибудь минусы у того, чтобы не отдавать наркотики Куно? Ты их не видишь. Нет, видишь. Из этого парня вышел бы младший офицер в другой жизни, где он тебе доверяет. Тик-тик-тик! Мальчик роняет указательным пальцем воображаемую кость домино. Время решать. Что скажешь? Найбешь Куно? Хм. Блин, младший офицер. Младший офицер. Черт. Ну, то есть, мы можем его наставить на путь истинный. Ладно, только не дури с этим. Отдаем ему флакон. А, другое дело. Ох, тяжеленькая. Он помахивает крошечной бутылочкой, потом прячет ее в карманкурке. На свет появляется другой такой же пузырек из носка над его кроссовком. Держи, тут даже больше половины. Куно пиздец честный, потому что... Лейтенант пристально смотрит на мусорный бак. Лицо абсолютно неподвижно. А теперь колись мусор, ты как вообще выжил? Я там осмотрелся. Непростая у тебя жизнь в той квартире. Холь ты знаешь про жизнь Куно? У Куно есть план, на отъебись. А, у нас есть планы. Куно, я видел твоего отца. А, пробрался туда в стиле самбо тайно? Он смотрит на лейтенанта. Рашлюху, правда, что ли? Куно, твой отец полумертвый алкоголик, он спал под грудой одежды. Что? Выпучивает он глаза. Еще б батя Куно не дрых, как бомжара. Огрызается он. Куно же сказал, батя Куно вообще на все поебать. Ломись к нему в дом, а ему хоть бы хны. Повезло тебе мусор. Но Куно заранее знал, он указывает на себя. Лютый батя Куно, он монстр, но в последнее время совсем забухал. Куно знал, что ты сможешь войти. Узкое окно, окно Куно. Ах. Хватит этой бравады, пацан. Тебе больше не зачем его бояться. Нихуя это не бравада, храбо продолжает он. Это реально так. Лютый батя Куно станет овощем. Куно в курсе. Инсульт, желудок разъебанный. Кун тоже так подохнет. Как и у Лютой батя. Спиды беззакония, наебенится в кровати, как седох над западным ревашолем. Хватит наводить тут тоску у Куно. Она шепчет тиша обычного. В ее словах есть ноты искренней печали. Да в смысле тоску? Пацан делает глубокий вдох, как боксер. Куно жесть наводит. Он бьет кулаком в воздух. Про смерть, про ничтожество. Ты не обязан идти по той же дорожке. Съебывай отсюда, монашка, пока Куно тебя не разъебал насмерть. Он снова бьет в воздух. Пидор, пойду по... Задыхается он. Никуда к Куно не пойдет. Куно уже такой. Куно уже такой. Куно победил. Ты победил, Куно? Кричит она с ощутимым облегчением. Шапочка скачет за забором. Там куча неоплаченных квитанций за коммуналку. Еще бы, год на три этой хуеты или типа того. Нельзя жить в таких условиях. Тебе нужно найти другое жилье. А, там пиздец. Куно переедет под землю в Ли район. Древнюю такую хуетень. Будем жить в ебучих катакомбах. А, Куно в склепе. Похоже, пигу лицу эту перспективу очень радует. Хорошо. Найди работу, оплати их сам. Твой отец уже не в состоянии. Да ну нахуй. Куно переедет под землю. Ладно, закончим с этим. А, мусор. Тут все кончено. Он харкает на землю желтоватой пенистой слюной. А теперь хорэ приставать к Куно. Куно, пора идти отложить личинку. Я надеюсь, что все-таки мы пацана сможем наставить на истинный путь. Сомневаюсь, что это прямо-таки впечатлило лейтенанта, да? Где мы можем о себе посмотреть? Карточку-то я забыл. А, коп-суберзвезда. Жалкий коп. Коп-зануда. Коммунист, фашист, ультралиберал, моралист. Хороший коп все-таки. Честь у нас есть. Ну, то есть, хоть как-то. Хорошо. Хорошо. Курильщика на балконе пока не нашли. А, но у нас с вами повышение уровня, и давайте-ка тогда разблокируем вот эту мысль. Да, и королевство совести наше. Давайте-ка усвоим. Мне интересно, что оно нам в итоге даст. Так, а мы с вами пока куда отправимся? Ну, наверное, обратно туда. дым, потому что у нас еще 28-я квартирка не осмотрена. Было бы здорово с пурильщиком еще поговорить. Не знаю, надеюсь, я не ошибся с Куна. Надеюсь. Черт его знает. Ну, то есть, было бы здорово, если бы мы прямо сейчас могли уже такие типа Куна. Меняй жизнь. тут такой «А, я тебе доверяю, я поменяю сам». Что ж, я смотрю тут на время и понимаю, что, наверное, я пойду пить магний. Посему, спасибо Миша Лебедева, Миша Фомино, Зуклики, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармс, Алексею Смирнову, Простоеду, Сергею Кайну, Рокки Бальбова, Антона Цару, Брату Монзоу и Серджио Атирадору за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Спасибо всем вам, что вы вместе со мной проходите эту игру, ну и до встречи в следующем эпизоде. А пока что на этом все, всем удачи, счастливо и увидимся. Пока-пока!